Температура тела мера средней кинетической энергии хаотического поступательного движения молекул. Существуют разные температурные шкалы. Одной из наиболее распространенных в практике и хорошо известных вам шкал является шкала Цельсия. Основными точками этой шкалы служат температура таяния льда и температура кипения воды. Первой точке приписали значение 0 градусов Цельсия, а второй 100 градусов Цельсия. Расстояние между этими точками разделили на 100 равных частей и получили шкалу Цельсия. За единицу температуры по этой шкале принят 1 градус Цельсия. Выбирая в качестве основных разные точки и деля расстояние между ними на разное число частей, можно получить разные температурные шкалы. Так в Америке и Англии до сих пор применяют термометры со шкалой Фаренгейта. За 0 градусов в этой шкале Фаренгейт принял температуру самой холодной зимы в Голландии в 1709 году. Такую температуру имела составленная им смесь льда с нашатырем или поваренной солью. Вторую точку он получил, погружая термометр в смесь льда и воды. Расстояние между этими точками он разделил на 32 части. Таким образом, по этой шкале вода замерзает при 32 градусах Фаренгейта. Свою шкалу Фаренгейт проверял, измеряя температуру человеческого тела. Новую точку, соответствующую нормальной температуре тела, он обозначил 98 градусов Фаренгейта. Позже он ввел четвертую точку, температуру кипения воды, которая равна 212 градусам Фаренгейта. Температурная шкала термометра, термометрическим телом, в которой является идеальный газ, называется абсолютной, термодинамической, шкалой температур. За 0 градусов по этой шкале принята температура минус 273 градуса Цельсия, точнее минус 273,15 градуса Цельсия. Эта температура названа абсолютным нулем температур и обозначается 0 Кельвин. Единицей температуры по абсолютной шкале является Кельвин. 1 Кельвин равен 1 градусу Цельсия. Соответственно, температура тания льда по абсолютной шкале температур равна 273 кельвина, а температура кипения воды 373 кельвина.